В исполкоме Казани прошла презентация новой концепции благоустройства территории речного порта. Но стоит ли верить вылизанным макетам? В чем действительно нуждаются казанцы? Какую часть истории стоит оставить неприкосновенной при реновации? Разберемся вместе с экспертом Казанского университета. Умирающая промзона хрущевской эпохи, в которую превратилась территория казанского речного порта, вновь подвергается нападкам архитекторов. Благоустроить эстетически неблагополучный район пытались и местные, и иностранные специалисты. В 2015 году две малазийские компании предложили открыть южнее порта финансово-деловой центр Казань-Сити и отдать часть пространства под коммерческую застройку. Как грамотно использовать территорию на берегу реки и учесть интересы жителей? Это такое общественное рекреационное пространство, которое требует осмысления. Я думаю, на сегодняшний день это осмысление продолжается. И, наверное, вдоль такого ресурса, река, Волда, лучше располагать все-таки жильем. Чтобы там, во-первых, были всегда люди, не только временно в офисы приезжали, а все-таки комфортно именно для жизни человека местным. Сегодня 247 гектар земли отпугивают местных жителей бездорожьем и запахом нечистот. Но, по словам главного архитектора Казани Ильсиар Тухватулиной, скоро все должно измениться. На прошедшей в исполкоме презентации нового проекта застройки она рассказала, как будет выглядеть речной порт будущего. Благоустроенная набережная длиной 9 километров, около 1 миллиона квадратных метров жилой застройки, две школы на 2000 мест и новые детсады. Какую часть истории стоит оставить неприкосновенной при зачистке пространства? Если мы все-таки возрождаем речной порт, либо мы должны думать, какие функции туда еще внедрить дополнительные, чтобы объект жил, либо восстанавливать сюда просто речной порт, продумать, как этот объект будет действовать в зимний период. А сам по себе это интересный объект. Это один из первых объектов набернизма. Это объект первого татарского архитектора Гайнудинова. И вот с этой точки зрения, конечно, он имеет большую ценность. Немедленную реновацию осложняют аварийные здания и количество собственников. Их на территории речного порта 146. Как сообщили в мэрии, обсуждение концепции будет проходить еженедельно в режиме рабочего штаба. Сроки благоустройства района остаются неизвестными. Ариадна Кугушева, Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова